Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы проводим часть бесед, как бы серия. Называется «Во свете Библии». Вот у нас Библия православного издания, 77 книг. И «Открытым оком». Это все книги у меня названы так, «Открытым оком». Но только номера томов меняются. Я вижу в интернете очень много выступают разные люди, православные, неправославные. В абсолютном большинстве беседа ведется от ума. Много знают они и почти не сверяются со Словом Божиим. Ну, так не должно быть. Я каждый раз говорю, ну, был бы я где-то рядом, я бы хоть записку дал бы, сказал бы там «Отец Дмитрий» или «Патриарх Кирилл». Ну, ответьте, как Бог-то думает. Люди же пришли не к нам, они к Богу пришли. И вот в ответах этих я вижу такое, людей держат все время как бы на коротком поводке такое выражение есть. Вот я тебе ответил, вот ты в следующий раз еще придешь ко мне. Но не лучше ли так сделать, чтобы дать человеку пшеницу и показать делянку ему? Ну, давай спахивай, один раз я тебе помог, один раз ответил, как спахивать, как лопата, где у меня лежит, дал тебе на время или постоянно. Вот теперь и работай других корми. Когда человеку укажет, что так Слово Божие говорит, вот слова это мысли Бога Божьей, но мы православные, мы попутно берем и каноны. Семь поместных, семь вселенских, девять поместных и семнадцать святых отцов, которые вошли в книгу правил. Кроме того, у нас толкование, вот у нас я и сдал, по милости Божией, Господь позволил, братья с нашей. Это Новый Завет в трех томах, полное толкование с откровением. Блаженого Филахта и Андрея Кисарико-Подокийского. И здесь же 297 комментариев о том, как нужно проповедовать постоянно и говорить об этом. Когда человек это читает сам, он обращается тогда к книге. Хотя в этих книгах я отмечаю на 4124 вопроса. В каждой книге, ну это книги открытым оком. Вот видно, какие они. Вот, это 14-й том. В каждой книге у меня 752 страницы. В каждой книге я делаю примерно 3000 ссылок на Библию. Не просто место указано, а в большинстве случаев полностью приводится стих или даже целый пакет. 3000. Вот я пишу стихотворение. У меня здесь написано 3467 стихотворений моих, по 9 куплетов. И напротив каждой строчки указано вместо Библии глава стих, откуда они взяты, эти мысли. Только одно стихотворение прочитаешь, и уже 36 раз открыт Библию. Но это что-то говорит? Наш настрой-то о чем? Вот сегодня хотелось поговорить на тему, можно сказать, Тургеневского. Отцы и дети. Этот вопрос стоял всегда не на последнем месте. Святая Библия об этом очень много говорит. Об этом много говорят святые мужи веры апостольской, соборной. И абсолютно никто из сектантов не желает даже слышать об этом. А зачем слышать? Мне что надо, то и откроет Бог. Я наконец стал встречать людей, которые говорят, а что нам Библия-то? Дух Святой дышит где хочет. Почему я должен какого-то Матфея, Павла слушать? Что Богу нужно? Я прошу, я молюсь, и Бог мне открывает. Наконец дошли они до той точки, дальше которой уже нельзя идти. Все. Сатана полностью пленил душу. Поэтому нужно найти эту грань. Где Господь нам что-то дает непосредственно, а где-то через кого-то дает. Вот. Вся наша жизнь наполнена вещами, в которых мы не принимали участие. Вот я сижу здесь, ну кто-то строил этот дом, кто-то строил, кто-то стекло изобрел, кто-то бумагу научился делать, кто-то краски, кто-то печатал. Мы вошли в чужой труд. Это говорится об апостолах, труд пророков. Но и в обыденной жизни это так, и в толковании святых отцов. У меня очень большая переписка с сектантами. Я называю сектантами все, кто не православные, ну не исторические церкви. Тут обиды никакой не должно быть. Отсеклись, значит отсеклись, это кровное ваше название. Всегда такое и было. Это не церковь. А сейчас церковь, церковь. Да что, тысячу церквей Бог организовал? Она была одна. У меня устаревшие данные. Вот я, когда писал материал, этот материал, который я сейчас беру, он у меня находится в книге, которую я издал. Называется «К истинному православию». Она мне очень трудно давалась. Я по частям ее печатал, добавлял. Ушло 40 лет на сбор материалов. По частям. Тогда было, у меня написано, что на африканском континенте 6 тысяч разных сект христианских. Сегодня, это я писал-то не так и давно, ну лет 10 назад, сегодня около 11 тысяч. На выобразителе лента стоит людей, 11 тысяч. У каждого в руках вот эта Библия, ну не такая, а 66 книг. Они 11 выбросили, зачем они им? Они нужны, как самарянам, достаточно пяти книжек. И каждый понимает по-своему. Все разделение-то не в Библии, а в толковании. Библия-то одинаково у всех. И не хотят никак понять. Но это нас разделяет. Но если нас это разделяет, то надо удалить это разделение-то. А что? Толкование. Ее не надо понимать так, как ты желаешь. Святые отцы, они это видели. И 6-м Вселенским Собором, 19-м правилом, запретили толковать, вопреки уже принятому церковью толкованию. Я вот обратился 50 лет назад. Я вынужден просто сказать об этом, каким путем меня Бог вел. Я обратился в Латвию, и там очень много разных сект тогда было. Более свободно верить, и поэтому они там разные-разные были. Я со всеми знакомился, у всех был вхожий дом, и литература, какая тогда была доступна, все убрал и конспектировал. Буквально, ну, неделя прошла, у меня уже созрело понятие, что не могут быть все правильными. Потому что совершенно диаметрально противоположное толкование дают. Ну как они могут от одного и того же духа? Дух не может говорить то да, то нет. У него всегда да и аминь. Я стал искать где. И уже через месяц абсолютно точно я знал, нужно искать в первых веках. Раз он во все дни до скончания века с церковью, а сегодня не поймешь где, говорят 21 тысяча разных наименований толков. Но надо найти, где она была одна, еще не раздробленная. Если сегодня он с кем-то в одном этом делении, 21 тысячи, то тогда в одном было, если там не было, значит, слова Христа не истинные. Вот таким простым путем я пришел к убеждению, что толкование должно быть одно. А это я нашел в Писании, написано, одних поставил апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Значит, апостолы, это во-первых, и дальше пророки, это не апостолы уже, потому что это во-вторых. И в-третьих, учителя, учителя это не апостолы, не пророки, а просто учителя уже другие. Я стал спрашивать тамошних сектантов, там были баптисты, отделенные, ну разные-разные были. Кто такие учителя? Апостолы. Ну, написано в-третьих. А это вы на первое сказали, все одинаково. 50 лет прошло, как один день. Каждая женщина-кухарка пытается управлять толпами людей, строить свое новое образование, новую секту. Я буду многое засчитывать из святых отцов. Вот, каждые две недели рождается новая секта. А сегодня, каждая, наверное, полнедели. А сколько их? Легион. Неисчислимая. И каждый родоначальник секты и ереси оправдывает свое отделение вескими причинами, обвиняя тех, с кем был еще вчера близок. Это общее правило. Я постарался узнать, а как это вот разветвлялось-то. И оказывается, в 1913 году на земле было 130 сект. В 1930 году уже 300. А далее число их росло обвально, как сегодня. И при том, вот, приезжаешь в город, как Новосибирск, около 76 только зарегистрированных. А разных ответвлений, там, веточек, конца нет. Я встречаюсь вот из 50-ти, хорошие люди, все. А у вас разделение есть, да полно, говорят. Ну, а куда они? Да никуда, все, они сами себя провозглашают пресвятерами. Но вы признаете? Конечно, нет. Какие они пресвятеры? Их никто не руку полагал. Я говорю, ну, а вас-то кто руку полагал? В вашем-то основании-то не было никого от апостолов с связанными-то. А которые ушли те, те, да они вот еще раздробились уже несколько раз. Потому что я во сне вдруг увидел, что нужно мыть ноги. Все, на мытье ногов, ног на тазиках уже разделились. Я встречаюсь с адвентистами седьмого дня, там, святой остаток. Два брата вышли, и город Фрунзе. Мы начинаем все беседы. А кто еще так понимает? Ну, пока никого нет, мы двое. У него жена пришла оттуда, от тех адвентистов, а другая не пошла. Ну, пока можно считать трое. И все, они намерно уже уперты, как старообрядцы. Уже никуда их нельзя взвинуть. Ну, не Божье это дело. Дух Божий пришел, чтобы собрать всех воедино, а не раздробить. Ну, кто дробится? Церковь шла. А вы не такие. А какие? Не такие, согласны мы. Не такие. Ну, у нас есть покаяние, есть Господь и Бог. А у вас такие? Кто венчает сегодня этих гомосексуалистов? Кто ставит их священниками? Не литеранство ли, которое все это положило начало? Ведь дошли до такого безумия, что навязывают эти гей-парады, если кто скажет слово садомит, и его сажают. И все это начало имело в вольнодумстве. Нет ничего нового под небом, это уже было в веках, бывших прежде нас. Экклесиаст 1, 9, 10. Нет, говорю вам, Господь сказал, если не покаетесь, все так же погибнете. Я нашел, что все имеют родоначальника своего, книга чисел 16 глава, Дафана Верон и Кореи. Но так как те погибли, поэтому ничего они не могли им передать. А только характер свой отделиться, и участь, конечно, одинаковой будет. Потому что, чтобы живьем сходили в ад, даже Чикатило не сходил. Ни Гитлер, ни кто. Только Дафана Верон и Кореи за всю мировую историю. А что же они сделали? Да ничего. Просто превратили в секту, отделились от того богоустановленного порядка. А кто Моисея, чтобы нам его слушаться? Участь всех сектантов. Участь Дафана Верон и Кореи. Ну почему? Это были образы для нас. 1 Коринфянам, 10 глава, 6, 11 стих. Это были образы. Чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Чтобы мы не отделялись от Вселенской Церкви. Я православный. Мне, конечно, легче об этом говорить. Но я прошел такой путь среди разных сект. И вот это, когда до них доходит, это самое уязвимое их место. Оттолкование, тысячелетнее царствование, субботы. Это все не имеет никакого подтверждения в Священном Писании. Начинаешь беседы, все это разваливается. Так, а это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое. Все это происходило с ними, как образ, а описано в наставлении нам, достигших последних веков. Нужно отречитать 8, 44 Евангелия Тиана. Кто все это лжет? Клеветник и гордость породивший. Дьявол. Таких же он ищет в себе и последователей. Но одна треть ангелов уже обрекли себя, когда склонились слух свой к речам, замыслившего основать в себе новое царство, новую секту. Это Исайя 14 глава, Иезекииля 28 глава. Родоначальник Таудофана Верона был еще повыше надо брать. Но погрузившийся во мрак вечной погибели, как оставивший свое жилище, свое место назначено ему Богом. Кавычки. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, на связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, 2 Петра 24. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Вот Господь и разрушает. Говорят, ну а православные другие разделились. Исторические церкви 5 за 2000 лет. 5. А здесь тысячи за последние каких-то 50 лет. Тысячи. Ну нельзя даже сравнивать. 1 Иоанна 3.8. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Иуда 1.6. Вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки. Иоанна 4.18. Я это засчитываю вместо того, чтобы мы видели, что Бога обвиняли, самого Бога, как виновника разного разделения и прочего. Это сатана делает. Это делает и человек, покорившийся сатане. Я знал, ты злой, шестойкий Господень. Я знал, православная церковь не так. Я знал, католики не такие. Все знают. А про себя ничего не знают. Вот каждый день. Вот вчера только у меня, может быть, ну не одна была женщина. 2-3 слова скажешь, я знаю. Это еретичка, сектанка. Я ей сколько мест Писания не даю, она ни на одно не считает. И мужчины, которые оттуда приходят, точно так же. Вообще нету. А ты имеешь Духа Святого? А ты имеешь? А ты говорить на языках умеешь? А ты говорить на языках умеешь? Понимаете? Я ей показываю места Писания, что это означает. Сама сидит, вот так вот разрезана у нее ниже груди, грудь, нога за ногу. Ну это я просто так, я говорю, у вас без платка сидите. Ничего христианского-то нет, даже внешне-то. Ну она там, Бенихин, ходит, она по полу уже валялась, лаяла, ползала, кричала. Она уже знает. У нее истерический смех по полтора часа, это святой смех, она все знает. Библию я не могу заставить ни одно местописание прочитать. Да и градус. Вот выходит Шаповалов, посмотрите, когда он Библию читал, объяснял. Это неизлечимо больной психический человек. Как он кричит, надрывается, ледя его, посмотрите. Баптисты-то от них отвернулись. И баптисты очень сильно громят их. У баптистов-то трезвое учение, им не хватает только рукоположения. Святые отцы на соборах, давших правила для спасения, запретили самочинно оставлять собрание и отделять себя от церкви. Какие же они были понятливы и любящие. Правила Василия Великого Первого, Гангский Собор, Шестое Правило и Первое, Антиохийский Собор, Второе Правило, Карфагенский Собор, Одиннадцатое Правило. Это 318 год. Если же кто обличен будет, что некое правило из вышерещенных покусится изменить или прекратить, таковой будет повеян против того правила понесепить имью наказание. Какое оно определяет. И через оно я врачу им будет от того, в чем приткнулся. Шестой Вселенский Собор, Правило Первое, Второе. Они называются отцы. И их нужно посчитать. Я много мест писания засчитаю о том, как нужно относиться к отцам. Сегодня родители не почитают, бегут из дома. Но это надо понимать и в духовном, в более глубоком смысле. Почитают сад твоего и мать твою. Чтобы тебе было хорошо. И чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе. Исход 20.12. Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Кто злостовит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Исход 21.15.17. Есть стихотворение у Расула Гамзатова. Можем найти его. О том, как с поля вернулся плащущий отец и все время только приштал. Увы мне, увы. Сын мой, сын мой. О, сын мой. Собрались соседи, все. Ну, это южный народ, очень темпераментный. Они умеют сожалевать, сочувствовать. Что случилось? Может быть, он в ущелье там упал? Нет, говорит, хуже. Что же может быть хуже? Он едва сквозь рыдания сказал, он меня ударил. Ну, представьте, для дагестанца, что сын ударил отца. Что это такое? Когда они воспитываются на пощельник старше Максакала. Казалось, от гнева гору задрожали. Он не должен жить. Почему он сейчас? Все готовы были ринуться. Он сказал, подождите, я не все сказал. Дело еще в отчем. Когда я был в его возрасте, ему 18 лет, я пахал на этом же поле своим отцом. И у нас случилось какое-то ненаразумение, и я отца ударил. И отец только прошептал побелевшими губами. Я не проклинаю тебя, сын, я слишком люблю тебя. Я хочу, чтобы ты понял, что ты сделал сегодня, чтобы твой сын с тобой так поступил. Тогда ты дойдешь до сознания этого. Вот ведь как. Мы пожинаем то, что посеяли. Вот это непокорство, возникновение всех от того, что тех, кто назывался отцами в православии, не учили людей. И выросли пасынки и пачересы. И они теперь бьют со всех сторон. И патриарха, и епископа. Притом абсолютно не обоснованно. Они не знают, что сказать. Да, патриарх не виновен, что он не наказывает за нарушение канонов. С этим я согласен. Но это его власть. Я должен один раз сказать, а дальше только молиться за него. Да, епископы виновны. Виновны за то, что не учат. Виновны за то, что не наказывают за нарушение, за аморальный образ жизни своих подопечных. Это в житиях святых было. Один молился, ему Господь сказал. Ты угодил Господу, но один грех тебе не прощен. Он так и вздрогнул. Какой грех? Кого незаконно рукоположил. Рукополагать при святере можно только не раньше 30 лет. Шестой Вселенский Собор, 14-15 права. Повсеместно нарушается. С самого начала. Вот лезут на это место. Ну, любого возьмите, патриарха, кого. Патриарх-то умница. Это единственный, может, из архиереев, который до 30 лет рукоположенный-то. Ну, правила-то не я же писал-то. И мы эти правила издаем, на них смотрим. Охраняйся от пристрастия к наставнику. Такое и есть. Вспомним этот остров фильм. Лунгина. Там Мамонов играет Петр. Как сразу пошли, теперь едет турпоходы. Идут везде с крестными ходами и ищут таких наставников. Ну, стали уже отзывы сразу. Как от Андрея Кураева, от других. Что он никому не подчиняется, этот старец Анатолий-то. А уже к нему привязались. Вот так секта образуется отдельно. Иоанна Хронштадтского посчитали за Бога, сошедшего в оплоте, секта ионитов. Он их отталкивает, а они все равно говорят, нет, это батюшка, Бог пришел от Святой Троицы. Многие не остереглись и впали вместе с наставниками в сеть демонскую. Это уже прямо к православному. Совет и послушание чисты и угодны Богу до тех пор, пока они не осквернены пристрастием. А с пристрастием погибают добрые дела. Пристрастие. То есть только и он, и они везде власти. Батюшка, батюшка, благослови, батюшка, что-то узнать, уже едут туда. Батюшка, они шагу не могут шагнуть. Расстоять в смятку или вкрутую варить. И это надо им знать. Ну, такие вещи, которые обыденные, они известны. И так видно, какой вариант лучше. А батюшка что скажет? А батюшка благословил. Наша сестра приехала и вечером встала молиться, поклоны делай. А там же я сразу... А тебя батюшка благословил на поклону? Да что благословлять? Мы же православные. Она открывает Библию, она тут же... Зачем ты считаешь? А тебя батюшка благословил? Ну, Библию что благословлять, когда Христос дал? Дал ее. Она есть, с Духом Святым. У, без батюшки нельзя. То есть он подмял их под себя, и они погибли. И теперь где это? Да нигде этого попа уже затерли. Нету. Это самые будут лютые враги, которые сегодня трутся возле него. На завтра собрались, мы идти благовествовать. А значит в оборох не падает. Так батюшка же не благословлял. Ну написано, идите по всему миру. Мы же православные. Идут иеговисты. Ну все идут, адвентисты идут. Почему мы сидим людям, не делаем добро? Надо идти, не сидовать. Что у нас есть? Нельзя. А где батюшка? Да он уехал там, говорят, в больнице заболел. Что-то тяжело он болеет, где-то там, в Анапе. Ну, пока не приедет, мы не можем никуда. Ничего делать нельзя. Все замерло. А при нем, ну и при нем такое же старобрядческое болото. Ни шагу никуда. Не испытав отцов, им тайны не веряй. Вот какие наказы. Следует не жизни дела наставников разбирать, а только наставления их принимать, если они согласны со Словом Божьим. Если слова мои не сходятся с Библией, то не верьте мне, говорит Кирилл Иерусалимский. Признак, по которому можно распознавать правомыслие духовного отца, есть согласие слов его со Словом Божьим. Очень просто. А как люди не привязаны к Библии, они и сравнивать не могут. Он что угодно говорит. А мне мой духовный отец сказал так. Я говорю, ну вот вопреки Писания же где-то. Но отец сказал, при чем тут Писание? Они как ошалелые. Это, ну, везде. Ну, я и в монастырях везде это везде видел. Я нахожу этого наставника. Я говорю, это ваше отчадо? Да. Ну, а зачем вы так думаете? А вы кто такой, что меня судите? У них слова не судите, только одно. Не трожьте меня. Не трожьте. У него свечки торгуются, у него все есть. Крутой автомобиль. Они подмяли и держат себя. Я не говорю уже о русских. Нельзя трогать тут. Я уже стараюсь всячески избегать этих. Ну, считайте, это было тысячу лет назад. Где-то в Японии. Или в Китае. На старокитайском там служат. Если у кого будет сын буйный и непокоривый, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания, и скажут старейшинам города своего. Сей сын наш буйный и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница. Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти. Итак, истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся. Второзаконие 21.18. Слушай, сын, мой наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей. Притча 1.8. Это говорится о плотских. Их, учителя, ни кем ли более в духовном плане мы должны быть очень внимательны и почитать истинных наставников, и отвергаться лживых. Для этого он уничтожает достоинство отцов в глазах братьев, когда они так, и прихожан. А недостатки, свойства нашей человеческой природе увеличивает и даже измышляет. Тот, кто отошел уже, ни одного доброго слова нет. Я вам некоторые вопросы задаю. Скажите, а кто канон Библии составил? Какой канон? Ну, что вот в Библии столько книг. А сколько их должно быть? Ну, мы убрали там 11. Это не каждый скажет. Да вообще их больше. Их Евангелий-то было больше 20. Почему больше? Их 4. То есть ничего не знают. Тупость безразмерная. Надмене, снобизм до неба достигают. Понятия вообще никакого нету. А уж кто перевел, там, профессор Павский, Хвольсон, даже не слышали, не знают, а зачем. У нас Библия и есть. Ну, как же так? Залез за стол, и тебе неинтересно узнать, кто же выросил пшеницу, кто это сготовил, хозяйка подает, чтобы хотя один раз мысленно поблагодарить. Но мало того, ты теперь поносишь и топчешь их этих отцов. Ни одного слова нету, чтобы сказать о Вселенской Церкви правильно. Нет ни одного. Зайдите в эфир, просто посмотрите. Какое буйное беснование сектантов. Как будто бы уже адская бездна открыла этот дым, и сейчас выходит высотой до неба. И о чем мы не говорили? Одно. И знаете конкретно? Ничего не знают. А мы сами ходили, мы там поклонялись иконам, дальше этого не пошли, все. А зачем же ты? Ушел из церкви-то. Ну, иконам-то не поклоняйся, если так понимаешь. А как там идолы? Это идол иконы, это не идолы. Как не идолы? Идолы есть, глаза не видят. Ну, и дальше все уже по тексту идет. Ну, хирургимов тоже не было. Ничего не слышат. Я одно место, два, четыре место Писания дал, ни на один ответ не дают. То есть Писание не знают. Писание, а зачем Писание? Надмение, превозношение, самость, все погубили. А намерение-то было хорошее, с кем-то не соглашались, откуда-то выходили. Вот так в семье было. Если бывает помыслы против духовного отца, надо говорить ему на исповеди. Так, приходят помыслы против вас, хульные и осуждающие. То есть прямо сознаться такими словами. Глупый пренебрегает наставление отца своего. А кто внимает обличением, тот благоразумен. В обилии правды великая сила, а нечестивые искоренятся из земли. Притча 15.5 Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите и время странствования вашего. 1 Петра 1.17 Это уже речь идет о духовных отцах. Ревность к духовному отцу, тяжкий грех. Даже православные между собой и уже не согласны. И каждый восхваляет свое, с кем-то встречается. Вот сейчас затеяли этого Славика. Славик, он такое пророчество говорил, он такое. Ну какое же он мог говорить пророчество, которое было не было сказано. Он и Писание-то не знал. Я почитал немного, посмотрел его обольщение. Ну, священно начали, а тут правильно понял. Вот надо, чтобы наш был святой заступник. Сейчас канонизацию там Распутина. Ну хороший, может и святой. Ну зачем это делать? Иван Грозный. А он бы навел порядок. Ну бились, бились. Николай II канонизировал. Что изменилось-то? Тут же забыли. Теперь надо Матрону. Матрону канонизировали. Там Ксения Петербургская. Сразу тут же забыли дальше. Больше заниматься нечем. Нам нужно знать священное писание и тут же приступать к делу. Идите и благовествуйте, приобретайте души. Мало тебе он уделяет внимание, духовный отец, а другому больше. Может быть и так. Но ты как дитя смирись. От один раз избранного духовного отца не уходи по причинам, выдуманным тобою. Оставляющий отца тоже, что богохульник. И проклят от Господа, раздражающий мать свою. Мать это церковь. Всем сердцем почитай отца твоего и не забывай родильных болезней матери твоей. Сараха 3.16.7.29. Вот интересный момент такой. Я проповедовал в разных местах, в пяти университетах, в десятках школ, в милиции, на заводах, фабриках. Ну и были люди, которые приходили, стали верующими. А потом они стали против. И когда ушли, они пришли, ничего не знали. Я их литературой снабжал, ходили не один год на занятия. Ну а потом разошлись пути и дорожки. И вот есть такие, которые уехали, просто уехали, поддерживают связь. А есть которые ушли и, как говорится, заасфальтировали за собой. Входа нет. Куда-то всех-то подали. Ну то есть даже не выскажешь. И потом все в разные места пошли. Первый вопрос, если вы поняли одинаково, почему одинаково не пошли в одно место? А пошли одни в адвентисты, другие в яговисты, третьи там в католики. Значит, дьявол только до дверей ввел вас, а дальше раскидал в разные стороны сеять, как пшеницу. А то же враг просил, а то его молитва исполняется. И вот есть люди, которые говорят, да я до встречи с вами все это знал. Я не обращал внимания, это я сказал. Ну говорит огорченный дух. А другой, где бы он ни выступал, он говорит, я обратился вот там-то, ходил на занятия, называет меня по имени, все. И вот проходит какое-то время, я вдруг зримо увидел, вот тех, которые обрезают, я до вас все знал, а до встречи на занятии, он ничего не знал. И он мгновенно опускается на тот уровень, у него ничего нет, он идет в мир, блудник делается, пьяница валяется где-то. А другой, который говорит, да это я все получил от вас, я услышал это, я полюбил православную церковь. Заканчивает семинарию, академии, магистр богословия, такие удивительные книги пишет. Почему? Потому что у него дальше идет. Я вот обратился, слово Божие услышал среди пятидесятников, я оборонил Бог, чтобы я сказал, что я до них, до встречи знал это. Хотя в это время я уже многое читал, но Евангелия не было в руках. Это моя духовная родина, там я не был пятидесятником, ни одной минуты, но я там получил Евангелие, как я им благодарен. Какие они хорошие люди, я везде подчеркиваю, Михаила Анна, они в этом умерли, умерли. Я может и согрешаю в этом, по православному, но я молюсь о них, упокоях в обителях небесных. Господи, как много они мне дали, как много я увидел. Это начало моего было, пятьдесят первый год уже тому. Самость, главное свойство, которое делает все по-своему и в свою угоду. А поскольку на самости держатся все страсти, то по мере поглощения самости они стихают. Душа светлеет, близится к чистоте и бесстрастию, говорит Иоанн Саваид, и советует, избери из себя наставника, строже и суровее которого не было бы в роде человеческом. Видимо, что чем круче отречение от себя, от своей воли и своих чувств, тем спасительнее. Отвергнись в себя, первый шаг. Второе, возьми крест, третье, следуй за мною. Следовать за Христом все хотят. Но нужно отвергнуться в себя, своего я, чему ты научил, свериться в Священном Писании. Ну 50 лет, если я непрерывно этим занимался, ну достаточное время было исследовать. Я как будто сегодня только получил Библию. Такое нам вызывает интерес. И все, что я считаю, и говорят, я стараюсь верить со Священным Писанием. По сегодняшний день я ни разу не могу сказать, это я знаю окончательно и доверяю этому. Нет, я еще раз проверяю, нет ли ошибки, потому что за гробом нет покаяния. Надо успеть здесь. О перемене духовника нечего и помышлять. Некоторые разобидятся и скорее убегают в другое место. Неумеющим видеть свои грехи рекомендуется обращать внимание на то, какие грехи видят в них близкие люди и в чем их упрекают. Почти всегда это будет верное указание на наши действительные недочеты. Оптинские старцы говорили, если с верой будешь искать и принимать слова наставника, то еще и из грешника получишь пользу. А если с сомнением и испытанием, то и праведник не поможет. Я вот сектантам показываю, сказал Златоус, а кто он такой Златоус? Для меня что и Елена Уайт, ну как, я на Златоусе его все знаю. Ну хоть раз почитать, толковать. Да зачем читать? Что надо, Бог откроет. Ну начинает перечислять свои, да все какие-то американские, сектантские. Даже не решил с тобой произносить. Сегодня одни, завтра другие. Такие же юридики. Когда Господь прощает нам грехи наши, мы сами не должны прощать их себе, но всегда помнить о них, непрестанно возобновляя раскаяние в них. Неуместная ли чрезмерная печаль о грехах напротив оскорбляет Духа Божия. Павел постоянно говорил, уже когда верующий, вселенский апостол был и говорит, я не достоин называться апостолом, ибо я гнал церковь Христову. Да ты прощен уже, Павел, грехи твои Бог бросил за хребет. Я гнал церковь. Свидетельствуется, в житиях Петр плакал до смерти за свое отречение. Да Господь просил, да я это знаю просил, я себе просить не могу. Вот какое дело. Старец в Арсеновке Оптинский говорил, вы знаете, какая у дьявола тактика? Он, ведая, что какой-либо человек имеет грех, более или менее тяжкий, старается, чтобы человек в нем не покаялся. С этой целью он всячески умаляет степень тяжести греха, внушая такие мысли. Это не важно. Или Бог тебя простит, и тому подобное. И даже старается, чтобы человек забыл об этом грехе. Но когда этому человеку удается наконец исповедовать свой грех, то дьявол старается всячески увеличить его тяжесть, внушая, что этот грех настолько великий, что Бог никогда не простит его. Ведь уловки дьявола надо знать, и святые отца это все указали. Кто уклоняется от святых к таинств и исповеди, и причащения, тот враг самому себе, ибо сам отвергает свое спасение. Когда спрашивают кого-то там, наставника своего, то уже есть правило такое. Первый ответ идет от Господа. Вот тебе, ты помолился, Господи, через него дай мне ответ. Это от Господа. А второй ответ, это от рассуждения человека в старце. Он начинает прикидывать, смотреть им. Глупый сын досада отцу своему, и огорчение для матери своей. Кто обкрадывает отца свою и мать свою, и говорит, это не грех, тот сообщий грабителем. Притча 17.25 и 28.24. Ну а какое отношение к теме имеет? Да то, что духовно обкрадывает старство, когда поносит. Не обкрадывайте, честь его не воруйте. Вы же его не знаете. На исповеди ни разу не были. У меня очень хорошая знакомая из баптистов. Из других как-то всех поменьше. Но люди-то хорошие. Сказать нечего. Хорошая семьянина. Не пьющая. Ну лучше не надо даже, кажется, христианом быть-то. Хотя надо. И вот чего бы ни сказал, у него своя самость. Во всем. Даже самая мельчайшая. А я так думаю. Даже удивляю. Ну ты такой разумный вроде человек. А смотришь, дальше-то нету. Это все на пипетке держится. Капля капнула. И все это ушло. Я нашел. Думаю, почему же так у них бывает. Я нашел ответ. Это я говорю для сектантов и для тех, кто в церковь не ходит. Вы никогда не исповедуетесь. У вас нет духовника. Надо ходить на исповедь. Чтобы другой тебе подсказал. Мы же идем к врачу. Даже врач, который сам врач, он все равно идет к врачам. Даже вот судят юриста его. Магнитского. Но он тоже имеет адвоката. В одном человеке не может все быть. Но он же адвокат. Он все знает. Ничего подобного. Ему нужна и поддержка. И проверить. Потому что законов очень много. И вот эта исповедь. А на что? Да она сейчас возобновляется у сектантов. Вот дело-то еще какое. Я когда узнал, порадовался. Но думаю, а кто же исповедует? А исповедует тех, которые сами на исповеди ни разу не были. Ни разу не причащались. И поэтому сказать о глубине их исповеди, какая бывает у настоящих старцев, мне просто трудно судить. Может быть старец сбивает у тебя горделивое чувство или еще какой-нибудь недостаток. А тебе по самолюбии и врагу это неприятно. Вот и поднимается у тебя в сердце неприязнь к духовному отцу. Забудь ее. В житиях написано, как один пришел княжеский сын. Ну, отрекся от всего. Офицерское звание снял. Все. Настоятель посмотрел на него. И видит, что у него беда вот в этом. Когда говорят о нем плохо. Он чуть-чуть попытался тронуть его. Он сразу стал говорить, что это не так. Он говорит, тебе маленькое задание пока будет. Ты будешь стоять у ворот в монастырских главных вратах. И когда люди будут приходить, ты всем должен только кланяться и говорить, помолитесь обо мне, я бесноватый. Проходят два, три, пять человек, он не может эти слова сказать. И он стал обнаружить это в себе. Наконец прошептал, потом громко сказал. И три года стоял и всем говорил, помолитесь за меня, там храм у нас, я бесноватый, не могу исцелиться. Это тоже беснование. Не надо понимать, весноватый падает, валяется, пену пускает. Я горжусь. Я не принимаю никакого обличения, прям так и вспыхнет. Самооправдание бешеное. Ну сказали, да и сказали, говорят, брать на воротне, тебе не виснет. Ян Златоуст говорит, если обвинили справедливо, поблагодари. Я сам-то не видел. А если несправедливо, поцелуй его за намерение. За намерение, что он хотел тебя исправить. И через три года, когда наставник увидел, что он окончательно смирился, он говорит ему, ну теперь ты переходишь, внутри ты будешь. И теперь в храме, там показал, где на клиросе. Он стал умолять его со слезами. Разреши мне остаться здесь. Другое, где он был? Другое, одна очень богатая женщина, истинная христианка. И она чувствует, что не все еще у ней как должно быть. Она пришла к епископу и говорит, у вас тут богодельная женская, 570 человек кормите. Нельзя ли мне на дом взять какую-то такую, чтобы я сама за ней ухаживала? А то я прихожу, деньги дала, ушла. Мне как-то убирать за ней, кормить ее с ложечки. А он-то знает, она жертвует очень много. Столько построила. Все время помогает. И он сказал настоятельнице, там подыщи какую хорошую. Она нашла такую, которая кроткая, смиренная. Она дала ее. Она неделю за ней поухаживала, пришла к епископу и говорит, а вы мне еще дали-то? А что? Так она говорит, нигде меня никак не обличает, ничего. Я даже забыл один раз до обеда покормить, она ни слова не сказала. Мне это не надо. Вы мне дайте такую, чтобы я сама себя увидела. А, вон как, тут другой уровень. Он настоятельнице говорит, ну там подыщи ей такую. Подыскала. Она начала кормить. Недосолено. Бац, по ложке, она весь суп в лицо. А она княгиня. Начинает обувать. Ты что обуваешь, что меня так-то пнуло ее в лицо? Она утерлась, господи. Кого ты мне дал-то? Поцеловала раз, другой. И она начала исправляться. Пришла к епископу. В ноги упала, благодарит владыка. Как я рада. Они нашли самое то, что мне надо. Я бы обиделась на это. Она каждый день меня шлифует. Нужно найти такого человека, у которого у царя были шуты какие-то, гороховые-то. Они прямо царю правду говорили. Даже Ивану Грозному-то. Такого простого-то оказнять, а с дурака и спрос гладок. Надо любить таких. Не тот, говорит, кто медом мажет, друг, а кто правду в глаза скажет. Вот такого надо найти духовного отца, суровее которого во вселенной не найти. Духовный отец это как столб. Он только указывает путь. А идти надо самому. Если духовный отец будет указывать, а сам ученик его не будет двигаться, то никуда никуда не уйдет. А так и сгниет у этого столба. Значит, нужно. Тебя один раз показали, сказали, ты сразу выполняй и действуй. Чтобы дьявол тебя не законопадил здесь. Ибо Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями. Сиарахов 3.2 Дальше читаем. Притча. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец, если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемыми, плотскими родителями нашими боялись их, то не гораздо ли более должно покориться отцу духов, чтобы жить? Евреям 12.7.9. Так и духовным отцам, наставникам, священникам следует покоряться. Конечно, надо стверять со Словом Божиим. Все святые отцы об этом говорят. Если отвершись от закона Моисеева при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью, то, скольте к чайшему, думайте наказанию, будет повинен тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь Завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших. Невозможно опять обновлять покаяние. Каданец снова распинает себе Сына Божия и ругается Ему. Земля, пившая многократно, сходящая на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая тернии волчцы негодны и близка к проклятию, которого конец сожжения. Евреям 10.29 и 6.4.8 Вот почему царица Евдоксия, гонительница Иоанна Златоуста, тяжко погрешила против своего духовного отца, и сын ее, младший Феодосий, просил в письменном виде прощения у святителя Златоуста через 32 года после его смерти. Это же было у царя Алексея Михайловича перед мощами митрополита Филиппа за грех убийства и лютость Иоанна Грозного, как он написал в письме. И какие чудеса были. Когда приносили подобное, то из гроба протягивалась рука мертвеца и брала этот свиток покаяния. И она 32 года мраморную группу вздрагивала, и плита скатывалась. Как только прощение попросил Феодосия Младший за нее, все, покойница успокоилась. Значит, необходимо просить еще намного глубже. Мы изменили и солгали перед Господом, и отступили от Бога нашего. Говорили о них клевету и измену. Зачинали, рождали из сердца лживые слова. Исаия 59, 13-16. Бывают люди злоречивые, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, гордые, изобретатели на зло, непослушные родителям. Рильмон 1, 30. И святые мужи, наставники знают, как от каждой этой болезни избавиться. Вот я говорю, беседуя с сектантами, в конце беседы я почти каждому говорю, у вас вся беда, что у вас нет наставника. Ну, вы пытаетесь, желаете. Умные люди, ну, здесь-то вас заносят туда, где вы даже в домашней обстановке поступаете неправильно. Вы не знаете как, потому что на исповедь не ходите, на исповеди не бываете. И поэтому грехи на вас все время давят и давят. Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили, поступали со мной и вы, дом Израилевых, говорит Господь. Иереме 3, 20. Вот так вероломно против духовных отцов. Я специально эти слова беру, как бы аналогию показать. Бога отверг. Еще удивляйтесь, что пророков, кого из пророков не гнали отцы ваши. Это оттуда все идет. Господу они изменили, потому что родили чужих детей. Ныне новый месяц поезд их с их имуществом. Они же, подобно Адаму, нарушали заветы, там изменили мне. Осия 5, 7 и 6, 7. Они изменники передо мной. Изгиля 2, 3. Изменники это люди, которые ходили в церковь, изменили православную веру и ушли. Я к этому считаю. Оставили, где ходили на исповедь. Обольщенные. Я вот кого знаю, близкие, знакомые. Если они были у православных, было, что и выпивали. Паши их сектантам они не пьют. То есть они очищены через слово. Стали лучше. Но дерзости, как будто бы в тысячу раз увеличилась. Но настолько стали, такой спокойный был, слово не говорит. Теперь слово не скажи. Какой-то как демон дерзости вселяется в человека. Притом абсолютно всегда. Даже мне трудно назвать, где-то по-иному это было бы. Стали шептать злые слова и изменять лицо свое коварно. Беседа благочестивого всегда мудрость. А безумно изменяется, как луна. Серахва 12, 18, 27, 11. И все это уже было под солнцем. Экклесиаст 1, 9. Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание. Идущий со мной хлеб поднял на меня петут свою. Иоанна 13, 18. Что ж удивляться, что люди поступают так, как против Христа и против священников. Некогда Вестолом поднялся на Отца и смутил многих. Но погиб и рассеялись враги. Второй Ацарск, 15, 6, 18, 10. И Матфея 10, 21. Восстанут дети на родителей. Я говорю в духовном плане. Это признак кончины века. Закон Отцов наших доведен до ничтожества. Третья Едра 4, 23. Я несколько примеров из житей святых почитаю. Потому что не все читали и знают. Как поступают коварно духовные дети против своих отцов. Это житие святого Савва Освященного, 5 декабря, страница 133. Все время явились в лавре некоторые иноки, развращенные платоугодники. Духа не имеющие, которые издавна несправедливо обвиняли святого Савва Освященного. И всячески его огорчали. Так часто среди пшеницы вырастают плевелы. Эти развращенные братья, лучше сказать лжебратья, Замыслили зло на святого, пошли жаловаться на Савву к патриарху. И стали говорить. Это грубый, неумелый человек. Не может он руководить нами. Не может по своей грубости и невежеству. И услышали в ответ. Если Савва мог собрать вас в том месте, То тем более он может с помощью Божьей пасти вас. Таких злодеев было 40 человек. Савва удалился от них, думая, что они утихнут. То есть ушел из монастыря. Но когда он возвратился, то их стало еще больше. Всего человек до 60. Он оплакивал их, как погибших. Они решили открыть новую общину. Новый монастырь. И снова пошли жаловаться патриарху. Патриарх же опять сказал. Примите своего отца радушно и с должной честью. И повинуйтесь ему во всем. Так как не вы избрали его, а он вас собрал. Если же некоторые из вас гордые и непокорные, Не захотят смиряться и покоряться ему. Тем мы повелеваем тотчас выйти из лавры, Не подобаясь всему отцу, не занимать своего места. Когда сие послание было прощено в лавре посреди церкви, И враги Сава, ослепленные злобой, Подняли крик, смятение, бронили, злословили. Это православные монахи. Другие, взяв одежды и вещи, собирались уйти из лавры. А некоторые, схватив топоры и ламы, Устремились к келью, которую построил сам преподобный Сава. Вниз, разорили ее до основания, Побросав дерево и камень вниз в поток. Но и в другом монастыре этих лиходеев не приняли. И они решили совершенно отдельно строиться. Новая секта. Но все пошло прахом. Они погибли. А Сава предсказал. Вот наступают дни, В которые жители сего места, отошедшие, Отпадут от правой веры. И сии в гордости возмечтают о себе, Но дерзость их разрушится, И величие их внезапно падет, И они будут изданы. Слова отошедших были. Как яд, змеиный в их устах. Как болезненная язва под языком. В числе их первым был палестинец Ном, Который казался истинным христианином, Свиду благочестивым. Внутри же полон был языческих, Иудейских лжеучений и паводлых ересей. Преподобный Сава скорбел весьма о них, Что отступили они с правого пути. С великим прискорбием переносило их близкое присутствие. А это были образы для нас, Чтобы мы не были походливы на злое. Враги стали порицать святого, Укоряя и озвание милосердия. Среди недовольных святых угодникам Божьим Находилось немало клириков, Живших порочно, Так как он изобречил их лукавые дела И отлучал их от церкви. Особенно враги были раздраженным поступком Диакона Серапиона, Который благоверно служил по Татриархе. И живя благочестиво, Однажды в присутствии всех клириков, Сказал Иоанну Златоусту. Владыка, ты не исправишься их, Если не разгонишь их всех одним жезлом. Простодушно удивлялся Златоуст. Как это случилось, что его самого не извергли? Ну, об этом же можно читать Иоанна 6,66, Притча 2,8, Притча 17,21 и 30,11. Если Аббагафон 2 марта Согласился с любым обвинением, Кроме обвинения в ереси, И в тихий патриарх 6 апреля, Говорит, Иритика следует анафематствовать И после его смерти. Космас, капец, 3 августа, Заговорил и в могиле, Не прикасайся, ибо ты, Иритик, к епископу, Хотя и похоронен, как православный епископ, Но тайно ты держался ереси. На ереси раньше смотрели некоторые, Как на благочестие. Александр, 25 января. Народ ерес принимал за истину, А Иритиков почитал, как истинных христиан, Как сегодня у сектантов. Киприан, 31 августа, У еритиков нет спасения, Говорил он. Екатерина, 25 ноября. С еритиками нельзя ни молиться, ни беседовать, Соглашаясь с ними, С их бесовским мучением. Антоний, 17 января. Я никогда не беседовал дружески с еритиками. Святой Поликарп, 23 февраля. Маркиону Еритику. Ты первородный сын дьявола. Однажды апостол Иоанн Оказался в бане вместе с еритиком, Ахеритом, не зная о том. А когда узнал, то закричал, Бежим отсюда, чтобы не погибнуть вместе с еритиком, Сказал он ученику своему. В семье злословил старя Давыда, Называй его беззаконником. Из-за терпения псалмопевца Бог вознаградил его. Второй отцар, 16, 7, 13. У Сесоя Великого, 6 июля, Страница 118, Был преподобный ученик Аполлос. Он хотел рукоположиться, Тайно бежал, А дьявол встретил, Давай обнимать его, То женщина, то мужчина, Сделался и грех творил. Он когда вернулся, Теперь стал слушаться. В Паисии Велике, 19 июня, Страница 436, Точно так же был ученик, Крайне непослушный, Но он говорит, В тебя демон зашел, Ты еретик теперь, Помолился из него черным дымом, Демон вышел. Сегодня еретикам, Этим сектантам, Надо молиться на отчитывание. Среди учеников преподобного, Был такой же, С мирскими обычаями. Дальше Мартин, Епископ, 12 октября, Страница 297, И один такой был бакриц, И его поносил, Дьякон, Он говорит, Вот ты будешь, Когда епископом, Узнаешь, Что ты сейчас сделаешь-то? А он посмотрел, И на горе стоят эпиопы, Демоны, Ему маячат, Что надо говорить? А он эти передает слова, Даже не знает об этом. Вот что значит самолюбие, Как с этим надо бороться. Забвение, Леность и нерадение Рождается от стольюбия И покойной жизни, От привязанности К славе и развлечению. А первоначальная причина И самая негодная, Мать всего, Это самолюбие. То есть неразумная привязанность И страстная приверженность К телу. Это Ефрем Сирин говорит. Кто утверждается На собственном разуме Живет в своей воле, Тот привлекает к себе Толпы бесов. А во Исаия. Ничто не приводит Так скоро к невидимой гибели, Как самомнение И самоугодие. Петр Дамаскин. Об этом говорит Иник Кадим Святогорец. Я тут набрал, Просто не успеваю прочитать. Много очень сказано Пеопанам, Затворникам. Много сказано Игнатием Бринчанином. У меня просто время Окончается, Мне нужно вложиться в это. Много сказал Киприян Карпагенский О том, Как мы должны Покоряться Духовным Отцам, Которые поступают Истинно по Слову Божию. Богу нашему слава Во веки веков. Аминь. Слово. Слово.